Бальдва, смотрим к чему это приведет, надеюсь это добавит нам возможность выбирать качество, да заработало чудесно, лайфхак Привет Леонид, Леонид здравствуй, напиши пожалуйста что-нибудь в чат, чтобы я мог проверить сработала ли та штучка, которую я сделал Мне именно твое сообщение нужно в чатике, чтобы понимать, it's a life or it's not a life Во, ништяк, поздравляю, ты теперь VIP-пользователь в моем чате, потому что ты на самом деле очень много сделал для моего канала, за что я тебе очень сильно благодарен И в честь этого, в честь этого, я подниму тост Это молоко за тебя О да Кайф Так, кот, ты вряд ли конечно молоко будешь, но если что, то присоединяйся Так вот Да, спасибо большое за то, что любезно предоставил мне свой музон Для моих стримов, кот, не вылизывай крышечку пожалуйста Хотя может тебе реально молока налить, ну давайте молока налью Джедди, джедай Хотя котам вроде как нельзя молоко Джедди, джедди Вот, пей Слушайте, реально молоко пьет, да? Обалдеть Пускай кайфует Чё-то мне сегодня прям очень сильно молока захотелось А мы тем временем начинаем мор Утопию И где она там? Только из-за жопы кота я не вижу экрана практически, потому что Жопа у моего кота довольно большая, но ничего, я думаю, мы справимся Как дела у тех, кто есть, а конкретно у тебя, Леонид? Как у тебя дела? Как настроение? Чё нового? Чё старого? Так, надо потише сделать это раз Плюс надо сделать так, чтобы вы тоже видели игру Это два Так Готово Так, сейчас она должна будет появиться Не появляется Во, появилась И даже Нет, не даже Надо нормально растянуть Всё Поехали Загружаем ИРУ Второй день Мы его вроде только-только начали Особо далеко не прошли Я не помню Надо вспоминать, на чём мы вообще восстановились-то в прошлый раз Ботинки у него, конечно, шикинские Ничего не скажешь На ковылке таком мощном Платформе такой гигантской Так, где мы? Шесть утра Новый день только начался На какую кнопку там журнал открывался? Не Т Надо покушать купить Очень хочется кушать У нас вообще есть еда? У нас только вода есть Ну, пошли найдём магазин с едой сначала Там уже всё остальное сделаем Вот, чёт Выяснилось, что начинается болезнь, от которой погиб Ну вот, про начало чумы я помню Про начало чумы я помню Я на секунду подумал, что ты про реальную жизнь говоришь Я ж немножко запаниковал Блять, опять чума? Ёб твою мать Вот Так, думаю, пока не будем пустые бутылки собирать Где я вообще нахожусь-то? А где? Не могу найти А, вот я Ни хрена себе, а что я тут делаю? Так По-моему Еда была в той стороне Там вот магазин находился Поэтому давайте мы туда сходим Закупимся И пойдём, наверное, сначала к Вот этим ребятам Не помню их фамилию пока что Кайны, по-моему, да Посмотрим, что там удалось выяснить Попробуем вспомнить на ходу На какую кнопку чат открывается Ой, не чат открывается Ага А, это типа газетные Сводки, что ли На Л Понял K J H G F F что-то делает, но непонятно Театр, можно сказать, там каждую ночь выступления, блин Ну, тогда напомните мне, когда наступит игровая ночь Блин, да где все магазины с едой Это куда они подевались? Были же Ай, ладно Нет, не ладно Пошли сначала всё-таки действительно еду найдём Колечко Так, надо как-то так себе осанку выправить, что ли, сидеть прямо А то чё-то я прямо Ну, тёп, твою мать Из-за того, что я не могу опустить стол ниже, как бы, я нахожусь слишком высоко и мне неудобно Потому что у меня в противном случае локти свисают И чё я хочу сказать Современный мир, он не готов к Высоким людям Вот, совсем Блин, ну неужели я не смогу припрыгнуть Её, по-моему Можно, конечно, там обойти Давайте в ту сторону пойдём Вот, и на кухнях На рабочем месте в офисе Везде я чувствую себя приниженным, как ни странно То есть, везде мне тесно Некуда нормально руки положить Некуда их деть Некуда ноги поставить Потому что я под столами не помещаюсь И это меня бесит Наступило утро второго дня Заразились за минувшие сутки 23 человек Умерли за минувшие 14 Пропали без вести 7 Умерло на текущий момент 28 Количество заболевших День второй, в котором бакалавра сможет поравнных Участвовать в передаче власти И принять на себя особую полномочию А, в переделе власти Всё, официально начался новый день Чудесно, значит Должны откроются все магазины Да сука, где они? Вот в чём вопрос Надо найти какой-то такой магазин Короче, и запомнить, где он находится Чтобы постоянно только в него ходить И не париться Так, там чё продают Магазин одежды Я так же Всё так же не мог Не могу вспомнить Какая кнопка отвечает за Открытие Журналы А, кью Всё Вспомнил Точнее, нашёл Так, очередная аптека Был магазин Ну, по крайней мере Всегда можно будет купить Если что, в приюте, по-моему Это ж вроде как Трактир Или типа того Ну, таверна Или нет Давайте проверим По-моему, нет Здесь вроде как Девчина какая-то жила Да, это не то Хотя Выглядит любопытно Но мы сюда потом зайдём Мы сюда потом зайдём Это сейчас Не наша задача основная Они чё Все вывески, что ли Подменили специально Чтобы я не нашёл Магазина с едой Или в чём проблема Привет, Джебил Привет С возвращением Хоть ты вроде как Никуда и не уходил Крайне мере На моей памяти За сегодня Ну вот Блять Мы вот тут пытаемся Найти магазин с едой Это оказывается Сложнее, чем я думал А ещё я недоволен Что этот мир построен Для людей, которые Ростом Меньше, чем я Я не то, чтобы Питаю к ним ненависть Но Этот мир мог бы быть Чуточку удобнее Для высоких людей Жёбанный компьютер То, что он заискрыл То у тебя Ну, слушай Он, по крайней мере, запустился То есть У тебя ничего не взломалось Не взорвалось Точнее, да Вот И ты Жив сам Здоров Ну, вообще, понимаю Да, у меня тоже Такое паро Раз было Приятного, конечно, мало Наконец-то я нашёл Господи Так Надо запомнить Где это Около театра Нет, около управы Новую заставку пропустил Заставку чего? Моих стримов Ты имеешь в виду? Не переживай У тебя ещё будут шансы Её увидеть Так Продаем кольцо Три бритвы Бронзовый браслет Пустые бутылки Тоже продаем Жгут оставим Попить оставим Мясо Едите Рыба дорогая Едите Мясо дорогое Я понял А чё всё так подорожал? Инфляция Мировая паника Началась Судя по всему И всё начинают Скупать хавчик Блин Фигово Чё, похож на Сидорович Согласен, кстати Есть такое Усов не хватает Только и Туалетной бумаги Тут в принципе Уже нет Её уже скупили Так что Да, я не удивлён Поэтому я Отопью молочка Кошмар какой-то Блин Налить в Термокружку Холодное молоко Довольно классная Идея, скажу я вам Потому что Молоко Остаётся Холодным Хотя С моим горлом Наверное В данном Этапе жизни Лучше не пить Конечно Холодное молоко Но Не могу Ничего поделать С этим Очень хочется Молока Чуть прям Внезапно Захотелось Так Ну придётся По мусоркам Короче Собирать Бутылки Через два дня День рождения Сколько у тебя там Исполнится Напомни пожалуйста Какие планы На Отмечания Как отмечать будешь Стоп Это же получается У тебя на Так Сегодня 28 29 30 На 30 А ну Хотя бы не в сентябре И то хорошо А то 1 сентября Родится Это такое Всё наверное Удовольствие 16 Хороший возраст С корешами Старайтесь Не Слишком сильно Перепить Вот Ну типа Соблюдайте Приличия Рамки Вообще Лучше не пейте Конечно В 16 лет Лучше не пить Я на собственном опыте Это познал Но это на случай Если вы планируете Конечно Если нет То И замечательно Кстати Про возраст Сексуального Согласия Согласия Они подняли Возраст Продажи Энергетиков То есть И алкоголя Если раньше Продавали с 18 А энергетики Вообще Без паспорта То теперь Только с 21 А энергетики По моему С 18 Так что Может быть Они и возраст Сексуального Согласия Поменяли Дорога Будем отмечать Дома Но знаешь Это не противоречит Тому что я говорю Так В городе Начинается Эпидемия Судья Посмотрите Правде В глаза Вашего брата Уже не вернуть Но мы можем Предупредить Новое Несчастье Я не желаю В это верить Старый хрыч Сука Мне нужна Правда Но правда Основная На доказательствах А не На озарениях Если вы правы Дорогой доктор Это подпишет Смертный приговор Дело всей нашей жизни Будем до последнего Искать иной ответ Один мудрец Обранил в темноте Монету И всю ночь Искал ее под фонарем Потому что Там было светлее Стоит ли говорить Что монету Он не нашел Это вы предлагаете Искать там Где светлее Я же призываю Вас совершить Еще один поход В темноту У меня в руках Письмо властей Они тоже пишут Об эпидемии Это тоже Вас не убедит Нет Наши власти Существуют Где-то над нами Они не понимают Нас И обращаются С нами Как своими Игрушками Я не желаю Их слушать Да и вы сами Доктор Кажется Успели пострадать От их идиотизма Зачем же Теперь вы Взываете К их мнению В Team Fortress Давай Спасибо Что заглянул Что вами движет Судья Какой расчет Признать Что он умер Так Значит Упустить убийцу Если мы признаем Сейчас Что убийства не было Мы дадим ему шанс уйти Я должен знать Кем было то Что оказалось Способно лишить Симона Симона Жизни Это не старческое Самодурство доктора Но я так не сказал Это последняя попытка Спасти нас всех Я предъявлю вам Доказательства своей правоты Так А что нам там написали То вообще Распоряжение властей Мы получили Тревожное известие К нам в город Едет ревизор Вероятно В пункте Где вы по счастливому По счастливому Стечению обстоятельств Сейчас находитесь Имеет место Вспышка Опасной болезни Однако Есть версия Что это Мнимая эпидемия Мистификация Затеянная для того Чтобы скрыть убийство Используйте Ваши выдающиеся Интеллектуальные Способности Чтобы узнать Правду Если опасность Эпидемии Есть Она должна быть Устранена Любой ценой Полагаю Вам стоит собрать Как можно больше Сведений Оценить ситуацию И вынести Такое решение Какое подскажет Ваш Вам Профессионализм И собственная совесть Для реализации Вашего решения Отправлен Правительственный Инквизитор Наделен Не разговорился Я сегодня Еще целый день Молчал Так Наделенный Неограниченными Полномочиями Если вам не удастся Остановить Мора Своими силами До его приезда Он возьмет Управление Ситуацией На себя Пост Скриптум Недавно Вы просили Власти О разрешении На продолжение Ваших Неординарных Исследований На основании Вашей работы Мы примем Решение О возможности Удовлетворить Вашу просьбу Считайте Что это Вопрос Вашей чести И вашей Дальнейшей Судьбы Профессор Тельман Тело Изолировано Бакалавр Насколько я знаю Тело Изолировано С ним Работает Рубин Тем не менее В свете Вашего Открытия Я прошу вас Придите ко мне В стержень Завтра После рассвета Нам нужно Обсудить Дело Чрезвычайной Влажности Александр Собуров Окей Нам нужно Пойти В стержень Пишет коллега из Тонатики Даниил Я пишу тебе В спешке Столичная Интрига Ползет Все дальше Нас травят И гонят Ты уехал Зря Пункт Твоего назначения Станет Твоей Плахой Там Заваривается Какая-то Мерзостная Каша По слухам Смертоносная Эпидемия Возможно Чума Уверен Власти Подстроили Твою поездку Крыса Тельман Хочет Остановить Эпидемию А заодно Избавиться От тебя Они скажут Что в этой дыре Тебя ответственным Якобы пользуя Случаем Если эти слухи верны Будь осторожен Не лезь в пекло Жди Санитарной команды Жди специалистов Береги себя Друг Если прихожут Бороться с чумой Забудь о своих принципах Пошли их к черту Без тебя Нашему делу Пройдет конец Твой А Предупреждение Катерины Вы должны спешить До заката Солнца Осталось Четыре часа Шапнок Убьет Убьет вас До наступления ночи Если вы не узнаете В каком обличье Молю вас Немедлите Слишком многие Не могут найти вас Чтобы сообщить О приметках чудовища Я жду вас В стержне Квартал дубильщиков Че Известие Исидора Бураха Дорогой Бакалавр Донковский С прискорбием Узнал Что власти Собираются Закрыть Лабораторию Снискавшую Известность Благодаря Вашим Исследованиям В области Тонатологии Верно ли Что они Назвали Вашу работу Научным Экстремизмом Если кто-то полагает Бесперспективным Изучение Причин Естественной Смерти Старения И некроза Я только что Обнаружил Случай Который Может заткнуть Им рот И восстановить Ваше доброе имя Ну это письма Первого дня Я так понимаю Вот Типа Мы получили почту С утра Вот и читаем Правитель нашего города Симон Каин Являет собой Живой пример Поистине Необъяснимого Долголетия Я объяснить Этот феномен Не могу Срочно приезжать А Но это мы читали Утренняя записка Соборова Бакалавр Как я уже говорил У меня к вам Просьба Чрезвычайной важности Прошу вас Зайти в стержень Для разъяснений Если вы считаете Что выполнение Наших просьб Не входит в ваши обязательства Я найду Других людей Однако я уверен Что некомпетентность Добровольца Пройдет к их гибели Вот только Я типа Ну Не совсем понял Как Понять Что мне пришла Новая записка Потому что я До сего момента О них даже Не подозревал Так А где стержень Находится Сгусток Кабак Вербы Стержень Ну окей Блин Через весь город Пиликать Ну Потащилися Хотя Надо к этим Еще наверное Зайти Но Блин У меня не так Много времени Ну ладно Давайте к этому Зайдем По-быстрому Может тут Врачная А ну В левом Да В левом Я видел Такой значок Я считаю Типа Хм Вот Но Как-то это Неоднозначно Было Так ладно С ним говорить Бессмысленное чувство Поэтому пошли Сабуровым Сабзировым Саб Саб Подписывайтесь На мой канал Будете подписчиком Шучу Не надо подписываться На мой канал Это все Не обязательно Блин Молоко Это классно Надо его Почаще Начать пить Что ли Вроде как И для костей Полезно И для зубов Да и для настроения По идее Тоже Но это если С медом И Теплым Так Нужно больше Мусорок Найти По пути А то Что-то Как-то Денег Нема Застрял Да Хватит Так Задачи дня Их нету Ну ладно Ну или ляль Сами себе найдем Развлечения Так После Мора Утопии Я наверное Сегодня продолжу В Half-Life Хочется мне Тот Морд Пощупать А то у меня Че-то Какой-то День Прям Отвратительный Был И хочется Немножко Спустить Пар Да Постреляв По Всяким Мобам Вот Чтобы Утешить Себя Так Я на Правильном Бути Только В мусорках Одни Пустые Бутылки Блин Конечно Хоть что-то Но Не то Что нужно Так Обойдем Здесь Влево Какие-то Новые Звуки Появились Звуки Древесина Какой-то Подозрительный Пугает Пугает Но Вот От Этой Иры Все Больше И Больше Хочется Сырать В Сталкер Прям Жесть Как Хочется Блин Надеюсь Я Смогу Здесь Пройти Только Не Говорите Что Нет Ладно Хорошо Меня Об этом Предупреждали Мне Говорил Мистер Agent Q Что Да Такое Здесь Будет Часто Случаться Я К этому Был Готов Поэтому Я Не Сильно Расстраиваюсь Просто Иду Дальше Я Конечно Не Самый Лучший Путь Выбрал Но Хрен С Ним Может Быть Я Так Больше Мусорок Встречу Дома Вижу Уже Две Которые Ждут Меня На берегу Блин Как же Сделать Так Чтобы Быстрее Ходить Та Блин Уже Девять Часов Стой Время Куда Ты Так Спешишь По Что Почему Быть Не Притормозить Так Здесь Ничего Здесь Тоже Ничего Обидно Просто Напросто Обидно Так Кусты Можно Пройти Ж Серьезно Нельзя Ноль Из Десяти Просто Ноль Из Десяти Кто Так Делает Вообще У 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 Голод Блин Космических Размеров Какое Окно Там Вызывает Статус Еще И Усталость Блин Из-за То Что Я Водички Попил Ну Кто Так Делает Вообще Почему От воды Поднимается Усталость Ну Это Потому Что Она Здесь Заразная Но Тем Не Не Блин Ват Афак Спрашивается Ват Афак Так Собуровы Вас тут Не убрано Стремная Картина Я с тобой Не общался Кстати Поединок Должен Заканчиваться Смертью Одного Из Противников Это Правильный Взгляд На Бой Ведь Противостояние Двух Сил Так Или Иначе Пророщается В Битву Добра Со Злом Мне Никогда Не Нравилась Манера Делить Мир На Черное И Белое Я Не имею Ввиду Ничего Метафизического Я имею Ввиду Совершенно Конкретную Схватку Вы Один Из Ее Участников Бакалавр Данковский Вы Предпочитаете Играть На Стране Добра Или Наоборот Я Предпочитаю Победить Это Слова Воина Я Искренне Желаю Вам Победы Бакалавр Хотя Не верю Что В этом Бою Победу Вообще Можно Одержать Благодарю Таинственными Репликами Иногда Подвешивают Немножко Меня Вы Уже Убедились Что Люди Людям Рознь Печально Но Это Так Одни Сверкают Как Звезды Другие Степная Трава Красивая Фраза Одни От Других Отличают Одних От других Отличают Единственное Свойство Личности Заботятся О других И готовы Отдать Свою Жизнь За Другого Человек Толпы Думает Лишь О себе Тут Тоже Согласен К чему Этот Разговор Люди Будут Охотно Отдавать За вас Свою Жизнь Милый Бакалавр Только За то Чтобы Дать Вам Лишний Шанс Одолеть Грозящую Нам Беду Так Вы Их И Узнаете Скажите Вы Будете Принимать Эти Жертвы С Какой Стать Они Будут Это Делать Жизнь Человека Может Стать Ценной За Дальнейшее Развитие Событий Если Вы Не Захотите Самостоятельно Способствовать Их Развитию Мотивы Могут Быть Разные Но Способность Отдать Свою Жизнь Ради Высокой Цели Объединяет Всех Мор Станет Мерой Человечности Странный Способ Побудить Меня К Активным Действием Так Мне Получается Нужен Мужик Вроде Как С другой С другой Стороны Что Тусуют Хоть Я Еще Кстати Загуглил Эта Игра Проходится За 13 Часов Вроде Как Я Сделан Из Дерева Сделан Итак Вчера Вы Объявили Каином Об Угрозе Эпидемии Я Вам Верю Бакалавр Откровенно Говоря Я Один Из Немногих Людей Которые Вам Верят Остальные Проявляют Поразительную Слепоту Отлично Главное Что Мне Удалось Убедить Вас У нас Еще Есть Несколько Драгоценных Часов Чтобы Пресечь Распространение Заразы Как Это Сделал Исидор Бурах Несколько Лет Назад Нужно Объявить Чрезвычайное Положение Но Я Сделать Ничего Не Уже Много Лет Соборовым Принадлежит Исполнительная Власть Беда В том Что До сих Пор У нас Не Было Серьезного Поводу Чтобы Ее Применить В мирное Время Чаша Весов Склонилась На сторону Законодательной Каиных Что Вам Мешает Применить Ее Теперь Власть Принадлежит Триумвирату Триумвирату Да Над Которым Стоит Патрон Главенствующий Правитель Но Теперь Симон Мертв Его Место Пустует Георгий И Влад Слишком Беспокоятся Чтобы Прежнее Равновесие Не Нарушилось Сейчас На фоне Этих Траурных Событий Складывается Новая Конфигурация Власти Так Что Если Я Объявлю Чрезвычайное Положение Произволя Начнется Междуусобица Феодальная Война Мне Нужно Как Минимум Их Признание А Для Масштабных Действий Деньги Ольгимских И Авторитет Кайных Хватка Большого Влада И Энергия Георгия А Также Появление Моим Приказом Со стороны Их Челяди Почему Они Не Желают Идти Вам Навстречу Ясно Что Дорога Каждая Минута Город Погибнет Чем Они Будут Править Это Их Проклятый Инфантилизм Один Жадный Ребенок Другой Капризный Им Кажется Если Они Признают Что Наш Город Поразила Болезнь Она Действительно Случится А до Тех Пор Пока Они В Нее Не Верят Ее Просто Нет То Ли Это Мания Величие То Ли Коварный Расчет Блин Этот Челик Начинает Мне Нравиться Кстати Он Мне Начинает Нравиться Что Мне Сделать Чтобы Их Убедить Найти Доказательства Любые Немедленно Пока Рубин Будет Возиться С телом А возиться Он Будет Долго Потому Что Он Не Профессионал Момент Будет Упущен Помогите Мне Данковский Найдите Фактические Доказательства Преливите Им И они Не Смогут Отвертеться К сожалению Теперь Это Моя Прямая Обязанность Так Нет Таким Образом Я Просил о помощи Некоторых Людей Которым Я Доверяю Вероятно Они Даже Предлагали Вам Свою Помощь От Них Уже Приходят Первые Вести Далее Анна Новая Хозяйка Верб Даже Утверждает Что Знает Как Найти Несомненные Доказательства Начала Эпидемии Ей Нужна Помощь Компетентного Человека Понял Выдвигаюсь Вообще Наверное Имеет Смысл Начать Кушать А таблетки Хотя Нет Они Бесполезны В малых Количествах Как бы Наносят Серьезный Вред Здоровью Поэтому Пока Их Не будем Продадим Скорее Сего Либо Отдадим Кому Нимите Кто возьмет Конечно Итак Ничего не хочу сказать Но Эта ира Очень сильно Бьет по Современным Реалиям Врачей Потому что Я врач Хожу по городу Где Меня никто Толком не любит Но при этом Я всем нужен И собираю Бутылки Просто на мусорках Чтобы хоть как-то Прокормиться Грустно Очень грустно Друзья Мои Дорогие Так Как тут Темно И страшно Господи Эк Так 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 Анна И чего Вы все Хотите От нас Как ты думаешь Остановить это уже Невозможно Я стала Запасать Таблетки Скажи Какие лучше Всего Помогают Я пришел По поручению Собурова Чтобы правители Согласились Передать ему Полномочия И начали Действовать С ним Заодно Нужны Фактические Доказательства Ты знаешь Где их Можно найти Верно Между прочим Тебе никто Не верит Это тебе Известно Кажется Из всех Кто может Хоть чем-то Помочь Сатрав Собуров Единственный Кто Стал На твою Сторон Он мог бы Остановить Беду Но время Уже Упущено Ну так Что же Тебе Известно Ангел Милый Кто-то Нашел Очаг Зражения Всю ночь Были Тревожные Известия Из-за Разных Кварталов Города В основном Они были Вызваны Ужасом Перед Людоедкой И перед Бесчинственные Обезумевших Мстителей Сплетничали Говорили Всякие Глупости Но Несколько Вестей Насторожили Меня Какие Эти Известия Приносили Мне Перекупщик Я же Стала Запасать Лекарства Ну Неважно Все Заметили Необычную Тишину Кое-где Странное Поведение Животных Особенно Собак А кое-где Видели Большие Скопления Крыс Горбатый Сказал Такие Вещи Теряются В общей Панике Где Эти Очаги Дети Знают Что Это За места Их Всего Это Было Три Много Четыре Вот Что Расспроси Капеллу Маленькую Ольгимскую Все дети Слетаются К ней Как бабочки На огонь Они Тоже Везде Бывают И Рассказывают Ей Все Она Сейчас В сгустке А заодно Передает Что я С детьми Буду Лекарствами Делиться Понял Хорошо Расспрошу Ну Погнали К Ольгимским Что нам Еще остается Это туда же Так Удобнее Пройти Здесь Будет Лучше Всего Потихонечку Двигаемся Я Что-то Думал Что Я В этой Игре Буду Очень Часто Тупить И Не Знать Что Мне Делать Дальше Но Я Знаете Я Как На Очень Медленной Вагонеточке Просто Сел И Еду Вот Как В начале Первого Half-Life А ты Садишься В поезд И едешь Вот так же И тут Ты просто Едешь Смотришь По сторонам Что-то Происходит Ты такой Да-да-да Все верно Ну Ты только Периодически С кем-то Общаешься На Тему Происходящего Неплохо Неплохо Я считаю Меня Это В принципе Устраивает Так А где Здесь Живет Мелкая Она По-моему Прям С другой Стороны Живет Ну Давайте Сюда Тоже Зайдем Посмотрим А нет Вот Она Действительно Скорее Бы Наступила Зима Виктория Мне Нужна Ваша Помощь Да Конечно Ж Какая Дети Не Рассказывать Так Стоп Вам Даже Не знаю Дети Не Рассказывали Вам О том Что В городе Появились Какие-то Странности Вы Ведь Знаете Я Ищу Убийцу Исидора Я Как раз Хотел Поделиться С вами Со всех Концов Городка Ко мне Стекаются Перепуганные Малыши Кто Помладше Боится Шабнака А кто Постарше Рассказывает Что В некоторых Домах Не Все Благополучно Мало Продолжайте Где Какой Район Чтобы Ты Не Путался В Названиях Спасибо Еще Вас Искала Лара Хотела Попросить Какой-то Хозяйственной Помощи Мы Шток Что От нее По-моему Да Ладно Зайду К ней Если Будет Время Спичка А нет Мы С Анной Говорили Где Лара Живет Юля Управа Сгусток Театр Приют В приюте Ну погнали В приют Давайте сначала В приют В принципе Все равно По пути Очень специфичному Конечно Но все-таки Пути Сделаем крюк Небольшой Заодно По мусоркам Покопаемся То надо Найти Себе Равиант То у нас С ним Как-то Не густо Блин Так Вижу Мусорку Иду К цели Так Сейчас Одну секунду Там Что-то Важное Написали Маленькая Пауза Один момент Дайте Проверим Привет Стер Как дела Как настроение Так Так Извиняюсь Там Просто Очень важные Сообщения Начали Мне приходить По поводу Опасного Вождения Блин Я бы На самом деле Начал Забирать Провал Некоторых Людей Да в принципе У всех На самом деле Потому что Сука Сколько же Автомобилисты Состоят опасных Аварийных Ситуаций На дорогах Это просто Уму не передать Лучше бы Не знаю Ввели обратно Брычки какие-нибудь Либо Не знаю Кареты Какие-нибудь На моторчиках Слабеньких Так Сейчас Так С ними Все в порядке Немного Плохо Физически Ты заболел Что ли Чем Что тебя Гложет В чем Проблема Твоего Организма Сегодня Может Скушал Что-нибудь Не то В любом Случай Давай Поправляйся В любом Случай Поправляйся Конечно Скорее Так Сейчас Извиняюсь Еще раз Звучит По этой причине, кстати, у меня самого нету прав, потому что нахер на-то, блин, становиться убийцей на колесах, сука. Слава богу, все обошлось. Так, кто мне здесь нужен-то? Точно не ты. Вы вообще одинаковые. Так, может, в комнате кто-то есть. Да, вот ты мне, скорее всего, нужна. У тебя черные круги под глазами. Вы тот самый человек, который приснился Марии Каиной. Я сразу узнал о вас. Меня зовут Клара Равель, а этот дом называется приют. Так что вы всегда здесь желанный гость. Меня зовут Даниил, Даниил Данковский. Лучше будем говорить друг другу ты. Я так привыкла. Почему на улице так мало людей? Все спят или грезят. В этом году особенно сильно чувствуется запах твери. Спастись от этого невозможно. Ни стены, ни ткань, ни стекло не останавливают этот дурман. Болит голова? Очень. Хорошо, что можно спать хоть целый день. Но в это время снятся такие страшные сны. Представляю, какой ад творится в голове у хозяек. Что еще за хозяйки? Хозяйки города. Сонные хозяйки. Так мы их зовем. Каина, Альгимская и Сабурова. Теперь после смерти Виктории и Нины пытаются видеть будущее их юные дочки. Но им, конечно, пока далеко до своих матерей. Хотя Мария уже близко. Хорошо, когда дети продолжают делать своих родителей. Те ясновидящие вызывают у меня ужас. Вещи, которые ты тут встретишь, не подаются осмыслению. Они ворвутся в твою жизнь, как ожившие кошмары из глубокого детства. Сомнут твою логику и не оставят от тебя камня на камне. Их не пронизать, не пронизать острым умом аналитика. Ты даже не представляешь. Очень хорошо представляю. На том мне и дан острый ум аналитика. Причинять людям зло больше части не так опасно, как делать им много добра. Нравится им философствовать прям безумно. Видишь, какая паника творится в городе. Цены растут с каждым часом. Вот это я заметил, да? И это при том, что уже несколько месяцев нам не привозили продовольствие. Лавки стоят пустые. Люди готовы покупать все по бешеным ценам. Они готовятся к эпидемии. Привет, Титвелф. Привет. Спасибо за бакалавра. Но я, если что, учился на специалитете. Так. Да, что-то неслыханное. Кажется, цены взлетели втрое. Нам нужно закупить провиант. Очень много провианта. Даже сегодня эта задача представляется мне непосильной. Боюсь, завтра это будет уже безнадежным делом. Купил хлебушка? В том-то и дело, сука, что нет. Я, блин, сам хавку ищу. Сколько ты хочешь купить? Нужно очень много. Я хочу, чтобы в доме, который станет убежищем на время эпидемии, смогли прожить на протяжении месяца хотя бы 12 человек. При самых скромных расходах, разумеется. Укрываться в нем будут мои друзья и те, кто примет участие в его обустройстве. И что ты для этого предприняла? Я собрала все деньги, какие удалось найти. Снарядила посыльных. Теперь они ходят по лавкам, прицениваются, покупают. Теперь нужно взять самые важные вложения от каянных и альгимских. Еще Юля согласилась внести свою долю. Сейчас я пойду к ним, а потом присоединись к этому безумному набегу на пустые лавки. Никуда ты не поедешь. И вообще, Лара, имея в виду, тот, кто не будет выходить из дома, выживет. Тот, кто будет бегать по улицам, умрет, понимаешь? Да, но я привыкла все делать сама, и сейчас у нас нет другого выхода. Давайте я сделаю закупки. Я все равно хожу по улицам, по домам. Нужно взять средства у младшего альгимского Юлии и у Марии Каиной. Скажи им, что ты участвуешь в деле. Потом нужно по хорошей цене купить как можно больше кислых лепешек, копченого мяса и рыбы. Только того, что долго хранится. Всего поровну. Все это нужно отнести в дом живых. Я тебе покажу. Где сейчас цены лучше? Спрашивай прохожих. Они должны знать. Так, но этим мы займемся чуть позже. Этим мы займемся чуть позже, когда сходим к спичке. Пошлите к спичке. Блин, теперь надо хавчик покупать, туалетную бумагу покупать. То купи это, достань. Здесь будь. Там появись. Вот серьезно, прям реалии русского врача в глубинке какой-то. Во время эпидемии. По-моему, это реально немножко опередило свое время. Потому что очень натурально смотрится все. Очень натурально. Особенно на фоне ковида. Блин, опять не в ту сторону пошел. Комикс скинул. Там начинается про дедушку. Так. Дедушка, смотри, нарисовал я тебе рисунок. Как мило, Бьянка-то я взглянул. Мамаша недовольна. Мамашу не одобряю. Мамашу я бы подзатыльника дал хорошего. Блин. Дед дает деньги на мороженое. Тоже хочу мороженое. Мятное в шоколаде. Я бы просто мятного поел мороженого на самом деле. Зачем ты это сделал? Ей не нужно было это видеть. Дедушка умер. И не съел мороженого. Во, блин. Специфичный комикс. Мамаша-сука. Мамаша просто сука, которая не умеет воспитывать ребенка. Ну, я так понимаю, умер ее отец. Как бы, скорее всего, отец тоже нафокапил. Ну, именно этот дед. Нафокапил с воспитанием своей дочурки. И это вылилось все к тому, что... Теперь еще и внучка страдает. Я знаю такие, кстати, примеры из жизни. Как ни странно. Когда со своими собственными детьми... Люди не очень хорошо обходятся. А потом, когда у них появляются внуки, они такие... Внучок. Да, я тебя потискаю за щечки. Ты такой миленький. Тыра-пыра. Плаваль, знаю. Знаю я таких людей, поэтому... Все та же унылая, грустная реальность существует в мире. Но если этот комикс предполагал меня расстроить, то у него не получилось. Потому что я понимаю подоплеку. Которая, к сожалению, очень хреновая. Но... Че поделать. Че поделать. К сожалению, нигде толком не учат воспитывать достойных людей. Тому, как воспитывать достойных людей. Я имею в виду, точнее. Что, на самом деле, очень и очень плохо. Потому что плодиться на радость Люциферу, конечно, хорошо и здорово. Но не все, к сожалению, понимают всю ответственность, которая лежит на человеке, который только что заимел ребенка. Так, еще немного мусора на продажу. Так, спичка. Ну и дом. Съявляемся. Прямо хэлф-лайфом запахло, кстати, от этого домика. Вторым. Если что. Сколько время? Десять часов, но нормально пока. Пока норм. Где пацан? Черт. Что такое довольный стейшен? Зумерок. Хочешь, покажу занятную штуку? Изволь. Взгляни вокруг. Некоторые дома для тебя всегда открыты. Некоторые открываются для всех только в особенных случаях. Если кто-нибудь умрет, или там свадьба, или что-нибудь еще. А некоторые открыты только для того, кто знает вас. И что? Вообще-то я собираю такие места. Год назад я завел карту. На ней теперь столько пометок, что домов не видно. Однажды я так ловко прятался, что провел на спор больше часа в населенной квартире. Хозяева меня так и не заметили. Капец он криповый парень. Ей башкой так шевелит. Сука. Стремно. Я бы его подзатыльников втащил. Занимательно. Научишь меня определять по зрачку, сколько человеку осталось жить. Ты видел молчащий дом, говорят. Видели мы этот молчащий дом. Напрасно я лазал внутрь. Ты можешь меня осмотреть на всякий случай. Хотя, говорят, если заболеешь, сразу чувствуешь. Ощущение такое, что в тебя влили кипящие смолы. Во как. Жара у тебя нет. Ты говоришь, что лазал в зараженные дома? Где это? Так. Один совсем рядом, через двор. Такой страх. Весь жаркий, кровавым жиром измазанный. Бэээ. Вот, говорят, и во время первой вспышки тоже по стенам кровавая плесень ползала, как будто корка. Что за галиматю ты несешь? Какая еще корка на каменных домах? Ну, знаю, что говорю. В ней зараза живет, потому и страшно. А если она дальше полезет? Но ведь никому же дела нет. Ребята тоже говорили. Раз кровь течет из-под двери, значит там ела Мара. Ну, шабнак. Никто не верит, пока гром не ренит. Ладно, сейчас проверим. Погнали. Давайте по-быстрому глянем этот дом. И потом пойдем к Ольгимским, наверное. Так, это где-то... Он сказал напротив. Я так понимаю, вон тот, который на карте отмечен. То есть вот этот он, да? Да, потому что у него красные какие-то отметины есть. Шесть зрителей тем временем на стриме. Спасибо большое, друзья. Я рад, что вы смотрите мой стрим. Но немного обеспокоен тем, что показатели мои падают. В том плане, что... О, можно вот эти бочки, оказывается, осмотреть. В том плане, что зрителей становится меньше. Меня это немного печалит, потому что это меня отталкивает от достижения партнерки с твичом, к сожалению. Грустно немножко от этого, конечно. Но ничего, ничего. Когда-нибудь мы достигнем большого количества зрителей, и все будет хорошо на моем канале. Сейчас тоже, конечно, все хорошо. Но просто хотелось бы, чтобы вас было больше. Чтобы вы общались между собой. Чтобы комьюнити было приятное. И все чувствовали себя хорошо. Так. Зараженный дом. Стремный черепок. Сохранись лучше. Я на этот череп посмотрел, тоже так думаю. Кто это? Тут человек. Вы мне поможете? Что с вами? Вы меня видите? Так, ладно. Я врач. Дайте я посмотрю на вас. Так горячо и ужасно больно. Лопается голова. Кровь в жилах спекается от жара. Я не кричу только, чтобы не услышали дети. Лежите спокойно. Не подходите близко. Мы уже все умираем. Я велелась сестрам не выходить на улицу. Они бродят тут по дому. Хорошо. Держитесь. Я вернусь и проведу помощь. Только не убивайте нас. Не убивайте их, если они будут просить о помощи. Они уже ничего не соображают от боли. Я слышала, как они искали друг друга и поминали. Не подходите к ним и от меня отойдите. Я вернусь. Возьмите ключ. Держитесь. Что-то она меня напугала своими репликами, если честно. Блядь! Тепаный насос. Это что такое еще? Бич. Го. Фак. Сука. Где волына? Волына к бою. Блядь. Эх. Как бить оружием? Эх. Эх. Паркур. Эх. 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 Блядь. Эх. Сука. Блядь. Как бить, блядь? Да. Свалите. Это не та ситуация, чтобы я заперся в комнате с двумя девушками. Нет. Фух, блядь. Инфекция наполовину. Блядь. Но это отстой. Тут вообще можно драться, как бы, потому что, ну, есть вкладка оружие. Хотя она сказала, не убивайте нас. Атака. Левая кнопка. Тап. Прикл. Прикл. Так. Ну, нет. Я не согласен с таким раскладом. Давайте я грузанусь. Хотя это было смешно. Это было смешно. И страшно, капец. Я реально труханул, молясь. Даже немножко, кажется... Ладно, не важно. Куда они, сука, вылезли, главное? Так. Надо как-нибудь так встать, чтобы по-быстрому убежать. Так. Лежите спокойно. Пошла вон. Фух. Так, ну, в этот раз мы, в принципе, хорошо убежали. Да. Так. На всякий случай вооружимся. Так, окей. Мы поговорили с ним. Теперь... С ними, точнее, теперь у нас есть доказательства. Надо дойти до дома Собуровых. Сообщить им. Ок. Так вот, сообщить им. И потом пойти к Ольгимским. Забрать деньги. И затариться. Посвятим этому пару часов нашего внутриигрового времени. Да. Блядь. Кот. Ты чё там делаешь? Ха-ха-ха. Смешной котейки, конечно. Ничего не скажешь. Я, кстати, начал сегодня делать новый смайли для канала. Взамен. Налетай. Вот, налетай. Я, скорее всего, уберу. Вместо него поставлю другой. Так, это не та женщина, которая меня интересует. У Александра какие-то странные позы поднимала, словно она сама паук. Так. Алексей. Александр. Суры. Так. Который я тебе прилагал. Не, я рисую абсолютно другой, скорее всего. Вот, я рисую абсолютно другой. Плюс я не помню, какой именно ты прилагал, если честно. И когда именно ты мне это прилагал. Это, видно, было очень давно. Либо я опять, как всегда, всё забыл. Так. Нашёл доказательства, комендант. Вот ключ от дома, где умирающие от боли люди ждут всех, кто закончит их освидетельствовать. Этого достаточно. Мы уже доложили о вашем... А, мне уже доложили о вашем блестящем успехе. Вести опережает вас. Зачем я сюда вообще пришёл? Теперь я прошу вас лично передать Каину и Ольгимского ваше мнение о том, что вы увидели в том доме. Тогда мы будем считать, что миссию закончена идеально. Просто идеально. Прям 10 из 10. Очень хорошо совпало. Одно с другим. Когда ты хотел заменить смайлик, налетай. А напомни, на что именно ты прилагал его заменить. Потому что... Я не помню. Да, я не помню. Как бы со мной надо как? Мне надо максимально подробно говорить о том, что... Что я когда-то говорил. Потому что я многое забываю на стримах. Так. Прямо. С кем-то в горе собрался смайлик. Ну, с вами. С вами, на самом деле. Поэтому, да, кстати, ребята. Если у вас есть Garry's Mod. То устанавливайте. Можем как-нибудь собираться. Там действительно ничего не смотреть. Все вместе. Вот. Только это, наверное, будет вне стримов проходить. Но я пока еще не знаю. Вне стримов это делать. Или на стримах это делать. Но, скорее всего, вне будем. Вот. Плюс я еще Роме данную идею предложил. Так. Давайте, наверное, к Юле и зайдем. Раз мы все равно здесь. Garry's есть? Ну так тем более. Тем более. В общем, бои нет. Так, сколько стрим идет? Час. Хорошо. Пам-пам-пам. Плюс в Garry's можно будет всякие другие вещи делать. Но об этом тоже как-нибудь потом. Потому что я слишком мало в нем находился в свое время. Так. Я пришел по поручению Лары Равель. Она меня сюда разве посылала? Ах да. Она что-то просила закупить провизии, запасти воды и чего-то еще. Ко мне уже приходили какие-то курьеры, прилагали свои услуги и еще какой-то спекулянт. Уму непостижимо, что творится. И все это свето-представление вызвано смертью одного человека. Вирт, точно. Это ты хорошо напомнил. Вирт. Блин. Слушай, а ты знаешь, что предложить мне? Так. Городу грозит эпидемия заразной болезни. Вероятно, она будет страшнее, чем Юлия. Смерть одного человека тут пока ни при чем. Вы меня поражаете. Вчера смеялись над сплетнями о шабнаке. А ведь эти слухи имели некоторые реальные основания. Привет, чебуречек. Привет. Как дела? Как настроение, так извиняюсь. Стоп, чего? Понедельник сделаю. Не, начальница написала. С рабочими, блин, моментами. Пятница вечер. Че тебе нужно от меня, женщина? Вол. Так, вы меня поражаете. Все раз медленно с плетнями. Бла-бла-бла. Между прочим, многие до сих пор не знают, что там за жизнь в глубинах степи. Что там за народ живет, что он ест и что он из глины лепит. А сплетни о болезни вы поверили немедленно. Только потому, что болезнь привычная глиняной людоидками. Вообще, да. Так вот, кстати, тем людям, которые подтянулись ко мне сейчас на стрим, и вас стало внезапно 9 человек. Спасибо большое. Респект. Сегодня еще Half-Life будет. Я сегодня хочу еще в Half-Life немножко погонять в мод, который вчера начали. Так что, да, после Moral Utopia будет Half-Life. У тебя синь. Ты еще и цвет сменил. Ты был розовым, синим, и теперь ты зеленый. Так. Потому что у меня есть голова на плечах, в конце концов. Вы доверяете мнению Рубина? А какие новости от Рубина? Он уже доложил вам о результатах своих работ? Нет. Это очень подозрительно. Я его тоже не видел со временем нашей последней беседы. Хотя он обещал зайти. Почему он скрылся? Почему от него нет никаких известий? Где он вообще осматривает это тело? А почему, в конце концов, он вам ничего не сообщает? Вы меня окончательно запутали. Хорошо, вернемся к делу. Вот деньги. Я не верю в эпидемию, поэтому не спешу отдавать все свое имущество на нужды страждущих. Я доверяю порядочности Лары Равель. Надеюсь, эти деньги пригодятся ей для других нужд, а не для оснащения убежища. Спасибо, Юлия. Here comes the money. Е-бой. Так, окей. Теперь бежим к... Ольгимских. Ольгимским... Поговорим с ними на предмет денег сначала. Блин. И про то, что эпидемия начинается. Так, у меня кот все еще сидит здесь, да? Кот у меня все еще сидит. Ой. Так, а не в ту сторону иду. На качельке покачаться нельзя. Хнык. Надеюсь, в ремастере можно будет. Так. Как мне туда пройти? Давайте там пройдем. Пацанчик сидит. Пацанчик идет. Девочки крадется. Капец, они страшно на меня смотрят. Периодически прям. Игрейс жутко. Очень жутко. У тебя ссылка на дискорд не работает? Или в чем ситуация? Чебуречек. Если ссылка на дискорд не работает, то так и скажи, я тебе новую сделаю. Но это, по идее, бессрочная, поэтому она должна работать. Или, может быть, у тебя интернет лагает? Что, в принципе, тоже вариант. Бег. Да и вообще, чат, как у вас дела? Как у вас настроение? Чего-то вы сегодня какие-то молчаливые. Мне же интересно, как вы живете. Мне же хочется с вами пообщаться. На стриме. С телефона хотел зайти, понял. Тогда вопрос снимается. Тогда вопрос снимается. Но проблема, так сказать. Пойду с кое с кем. Сейчас поиграю. Дело хорошее. Дело хорошее. Я вот, кстати, потерял не то чтобы интерес, как бы, а желание играть в игры без стримов. То есть, мне хочется именно на стримах в игрушке играть. Вот. Прям какой-то у меня переворот, что-то случился, внутренний. Не знаю, как это объяснить. Че? Что такое? Судьба не наказывает их за грехи. И потому они считают себя безгрешными. Видите, что вы наделали, доктор? Уехать вам не удастся. Город закрыт. Я передал свои полномочия Сабурову. Он поспешил отблагодарить меня и в знак своей признательности назначил интендантом. На моем попечении оснащение и обустройство лазеретов. Одиноко, значит, тебе... Ты говоришь, как Йода, на самом деле. Ты одиноко, значит, тебе. Нет, это не так работает, чувак. Это не так работает. У меня довольно большое количество людей, с которыми я могу поиграть в что-то. Просто это не так интересно, чем ведение стримов. Стрим дает мне намного больше, чем просто игра с кем бы то ни было. Плюс, ну, мне, в принципе, довольно комфортно играть и для одного зрителя, и для девяти зрителей, мне именно сам факт стриминга прикалывает. Так. Я и не собираюсь уезжать. Жаль. Взамен я хотел просить вас о встречной услуге, но это в будущем. В будущем. Хочу, чтобы вы сначала получше узнали ваших новых союзников. Каинах и Сабуровых. Не то эффект пропадет. У нас еще будет возможность договориться. Блин, душный тип. Баранки гну, блядь. Хрен. Ебаный. Сука, врезать бы ему. Так, ладно, давайте с капеллой поговорим. Что, меня так бесит? Прям вообще не могу. Так. Нам трудно поверить тому, что лежит за пределами. Понятно. Утренняя записка Сабурова. Угу. Так. Противостояние. Главы правящих семей должны объединиться перед лицом общей угрозы и наделить Сабурова чрезвычайными полномочиями. Для этого необходимо приведить им наглядные доказательства распространения этой чумы. Думаю, это осуществимо. Что, например, так стревожило Анну Ангел? По городу ходят уже не только рассказы о людоедке. Поползли и новые слухи о странных местах, о домах, вызывающих подозрения. Вездесущие дети, как мыши, пронюхают все в первую очередь. Стоит поговорить с их исповедницей Викторией Олегимской. Это ли не капелла? А, мы у нее уже были. Виктория поведала о сомнительных подвигах сорванца по имени Спичка. Похоже, маленький Бронера сам испугался того, что он натворил. Нужно добраться до Спички и вытрости из него адрес молчащего дома. Молчащего дома. Кстати, о молчащих домах. Кстати, о молчащих домах. Что-то мне захотелось. Одну песенку. На фоне давайте поставим, послушаем. Войти в молчащий дом и увидеть доказательства распространения болезни, убивший Симона. Правителям будет достаточно моего слова. Слово бакалавра Данковского. Да, Рубин вчера рассказывал об аховой ситуации с иммунными медикаментами в местных аптеках. Что это был за дом? Что это была за грязь? Отчего так пылала кожа этой несчастной женщины? Господи, я сейчас так испугался на самом деле. Потому что на плечо так лапа. Так. Надо ли иных доказательств правителям? Александру Соборову нужно, можно точнее, отнести страшный трофей. Ключ от молчащего дома. Моя гипотеза подтвердилась. Подтвердилась информация от двуличных властей. В городе заразная болезнь. Городу грозит эпидемия. Нужно объявить об этом главам правящих семей Георгию Каину и Владу Альгимскому. А затем приступать к своим новым обязанностям. Старший Альгимский согласился передать своей полномочия главе Дома Соборовых. А, ништяк. Так, пошли к Каинам теперь. Три хлеба, три рыбы, три окорока. Так, надо к младшему Владу и Марии Каиной. Понял. Это куда мне? Это мне налево. Погнали. Эмалированное судно. Окошко полночкой кровати. Блин, классный трек, который, кстати, по стихам. По стихам сделан. Не помню, к сожалению, поэта. Вроде как-то с рыжим цветом связано. Вот. Либо что-то такое. Но, тем не менее, все равно. Трек очень здоровский. Я считаю. Кот. А, кот. Твой аккомпанемент немножко не в тему. Он не вписывается, понимаешь, котейка? Поэтому будь любезен. Ну, кит. Ну, не надо. Ну, кот. Жидай. Камон. Да и вообще, как можно чувствовать себя одиноко, когда у тебя есть такой кот? Тапка мне. Я не терплю насилия по отношению к домашним животным. Он, конечно, меня периодически доводит до ручки, но я стараюсь держать себя в руках, потому что насилие не выход, особенно с котами. Коты же не понимают такого рода манипуляции. Вот. Кот, он банально не мыслит категориями такими. О, можно в канализацию залезть. Тинэч. Блин. Мюттон. Инжет. Тортус. Как раз только это и понимают. Жестокое обращение с животными. Это плохо. Детишки. Это плохо. Внятненько. Вот человек понимает тапок. Даже больше, чем кот. Так. Ага. Блин, опять хреново иду. Давайте в другую сторону лучше. Потому что некоторые люди, допустим, слов не понимают. И ударить их тапком самый лучший вариант. Но опять же, насилие не выход. Насилие не выход. Вот тараканы. С тараканами можно только тапками общаться. Только на тапочном языке. На тапочном языке более. Иные варианты бессмысленны. Иные варианты бессмысленны. Так, давайте немножко закупим еды. Продаем пустые бутылки, продаем иглу, медальон, часы, бритвы. А как найти алкаша, спрашивается. Тогда мы ничего не будем продавать. Но это, я так понимаю, надо просто ко всем приставать. Смотря в какой ситуации. Иногда очень даже выход по запаху пахнет алкашом. Бинт. Еще раз. Я тебе вводу, ты мне жгуты. А сколько ему нужно? Понял. Блять. Ништяк. Все, понял. Там цена... А, все. Я просто думал, это типа, ну, общая цена у торговцев. То, что за 5 баксов можно торговцу этот бинт звыть. Все, теперь понял. Спасибо большое. Ну, в принципе, да, я эмпирическим путем понял, что циферки сверху тоже имеют какое-то значение, судя по всему. Так, а где... Так. Нужен хлеб. Давайте с ребенком еще поторгуемся. Что у тебя есть? Таблетки пошел в шубу. Давайте тогда воды наберем. Блин. Ну, оказывается, бутылки роляют. Надо, кстати, все воды будет набрать. Но в том плане, что в жизни реальной. Бизнес. Капец, блин. Спекуляции какие-то сомнительного характера. Про что игра? Да, не за что извиняться за вопрос, чувак. Абсолютно нормальный вопрос. Пускай тебе... Леонид объяснит. Он лучше сможет пояснить. Потому что я сам пока... Затрудняюсь ответить на него. Но если так подумать, то это типа симулятор русского врача в глубинке. Так. Про мурал тут. Лара хотела встретиться с тобой, чтобы взять пожертвование на дом живых. Я запретил ей выходить на улицу. Себе тоже не советую. Да, я отдаю ей мои личные сбережения. Но на такое дело нужно гораздо больше. Я уговаривала отца выделить средства из нашей семейной казны. Но они по-прежнему не желают верить в эпидемию. Такова семейная политика в настоящий момент. А почему мне веришь ты? Я? Я просто не думаю об этом. Мне нельзя. А если ты хочешь знать, почему я сочла нужным отдать мои средства Ларе, я тебе отвечу. Потому что я так чувствую. Кстати, ты уже наказал... Нашел доказательства своей правоты? К сожалению, да. Тогда скорее расскажи об этом отцу. Если еще не поздно, скажи, что я велел выделить средства на снаряжение убежища. Для дочери капитана Равеля. Он не откажет. Скорее всего, предложит еще и сам. Понял. Так вот, это действительно похоже на симулятор врача в российской глубинке. Ты бегаешь, пытаешься побороть местный ковид. У тебя пока не особо получается, потому что ты сталкиваешься с администрацией, которая банально не верит в то, что существует чума. Попутно ты пытаешься быть широким Холмсом, который пытается разгадать убийство, которое произошло накануне. Точнее, несколько убийств. По-моему, их было три. Вот. И убили никого иного, как человека, который нужен был тебе для твоих медицинских исследований. Исследования же ты проводил на тему смерти. Ты танатолог. Человек, который изучает смерть. Вот. А тот человек, который умер, соответственно, был ебучим долгожителем. Такие вот дела. Так, F5. Сколько время? Час дня? Ништяк. Я думал, что мы сюда только к двум доберемся, но вроде как все хорошо. Неплохо идем. Ударными темпами, я так сказать. Точнее, я могу так сказать. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да. Так, дедуля, хватит отнекиваться. Пора взглянуть правде в глаза. Я устал смертельно. Я виноват перед вами, дорогой бакалавр. Простите, старика. Я повел вас по ложному следу. Полагаю, что ваше невидение окажет волшебное воздействие на обстоятельства. Простите. Вы ведь не принесли нам неожиданных новостей. Болезнь уже расползается по городу. Необходимо срочно назначить ответственных. Собрать врачей и санитаров. Соборов требовал у нас полномочий. Пусть командует. Я уже отправил в его распоряжение всех своих людей и деньги. Ни врачей, ни санитаров у нас нет. Единственный человек, смыслящий в медицине, сейчас осматривает тело брата. А я что? Странно, кстати, что от него до сих пор нет никаких вестей. Стоит послать за ним. А что будете делать вы? Мы будем бороться. До самого конца я буду лично проследовать тех, кто посмеет говорить, что это неизбежная расплата. Что Симон получил свое. Никто не посмеет утверждать, что все, созданное таким нечеловеческим усилием, подлежит неизбежной гибели. Расплата за что? Тот, кто бросает вызов законам природной механики, рано или поздно расплачивается за это. Но ведь не хочется в это верить. Не так ли? К такому выводу людей располагает усталость, которую они принимают за мудрость. Это, кстати, тоже довольно интересная мысль, мне нравится. Но иногда эхо вызывает шум. Если твердить и верить, что мы обречены, станет так. Что же теперь, судья? Мы похожи, дорогой бакалавр. Я благодарен вам за все и за тот риск, которому вы подверглись ради нас и за ваш неутешительный вывод. Какое бы решение вы не приняли, можете рассчитывать на нашу семью. Обещанная нарада вас ждет. Брат Виктор отдаст соответствующие распоряжения. Я не оставлю вас, Георгий. У нас один враг, и мы будем сражаться с ним вместе. Тугеза. Так, слушай, а как насчет... Понял. Значит, мне надо с другим поговорить на эту тему распоряжений. Так, теперь мне, соответственно, надо... Что? Деньги я вроде как собрал со всех. Осталось только закупиться. Хотя, как будто я кого-то упустил. Так. Лара, Равель... Так, нет. Вы хотели, чтобы я нашел убийцу? Я вам его нашел. А, нет, стоп. Это бесполезно. Да-да-да-да-да. Я тоже думал о дневнике, но... Сейчас дойдем до этого. Лара, Равель пытается устроить убежище, в котором люди смогут укрыться от заразы. Ей нужны средства. Ваша дочь просила помочь. Вот как. Значит, осмотрительные приближенные уже приближены. Уже готовятся к эпидемии. Лара, Равель. Это ведь дочь казненного капитана Равеля. Не знаю. Да, а Лара великодушная и самоотверженная девушка. И это трагическая судьба. Конечно, я пришлю ей средства. Завтра же. Сейчас я действую по ее поручению. Боис положение таково, что дорога каждая минута. Продуктов в лавках остается все меньше и меньше. Нужно срочно покупать то немногое, что там осталось. Цены растут стремительно. Понимаю. Сейчас я могу выдать лишь то немногое, что у нас осталось. Капиталы нашей фамилии истощены. Сожалею, но это напрямую связано с осмотром и погребением брата Симона. Благодарю. Ништяк. Вот. Теперь мы, кажется, действительно со всех собрали. Денюжки. Так, младший Влад есть. Мария Каина есть. Юлия. Все, есть. Окей. Пошли покупать провиант. Ну, я помню, что на этой улице, в принципе, нету магазинов. Но то, что тут есть помойки, это надо заултать. Блин, я сам хочу кушать, кстати. Довольно сильно. Блин. Мужик, давай меняться. Понял. С ним не поменяться. Ну, значит, надо с алкашами и детьми. Хорошо. Дети и алкаши. Мои лучшие друзья. Что, кстати, довольно жизненно. Это из дома раздается музыка или нет? Нет. Это внутренний саундтрек. А я уже успокаивался. Так, все. Нет времени объяснять. Побежали, побежали, побежали. Ну, как побежали? Потащились. Саундтрек очень напоминает вампиров маскарад. Прямо безумно. А кто, кстати, автор данного саундтрека, чтобы я потом мог загуглить его? Потому что он довольно классный. Мне хотелось бы его послушать отдельно от Иры. Напишите, пожалуйста, мне в дискорде название его. Ну, имя. Имя. Мне нужно имя. Бубенчик. Блядь, это то дурацкое место. Так, ну мы, наверное, короче, сегодня пройдем этот день. По крайней мере, дойдем до полуночи. Вот. Дальше пойдем в Half-Life. Гонять. Да, пожалуй, так и поступим сегодня. Соответственно, сколько там? Час дня всего лишь? Ну, может быть, чуть-чуть пораньше. Хорошо. Так, вижу магазин с едой. Что мне там нужно купить? Три хлеба, три рыбы, три окорока. Девочка, стой! Что скажу прикольное? Погодь. Давай-ка лучше меняться. Патроны. Нет, патроны мне не нужны. Но они, наверное, дорогие. А, ну, с ними надо на иголки всякие. Понял. Давайте купим. Мы же купили? Да. Саундтрек писал человек с удовлетелем именем Андриэш Гандрабур. Блин, классное имя, кстати. Или Андриэш. Как правильно? Андриэш или Андриэш? Андриэш? Андрюха у нас саундтрек, возможно, к Мороплопе. По коям. Простите, пожалуйста, извините за эту нелепую шутку. Так. Во-первых. Раз, два. Три, четыре, пять. 720. Нормально. Так. Два хлеба, две рыбы, один окорок. И что еще? Сухарь. Вяленое мясо. Дорого, пиздец. Просто. Патрона нихера не стоит. Так. Мы хотим жраться. Ну, такое себе. Такое себе. Так. Нужен другой магазин. Другой продуктовый. Заодно, кстати, пока мы ищем другие магазины, зайдем к Соборовым. Где их дом? Вербы. Вообще туда, блин. Обзрос. Ну ладно. По пути, может, что-нибудь интересное найдем. Нужно больше алкоголиков. Нужно больше алкоголиков. Еще у тебя есть. У тебя вообще ничего нет. Ты похож на алкоголик. Нет. Ты просто гопник. Подарки. Давай. Хуй. А у тебя не подарки. Блин, торт тебе это подарил. Я на тебя не любит. Так. Два часа. Два часа дня. Ай. Блин. Провод задел. Так, ну я понял. Алкоголиков можно узнать по походке. Прям как миленького. А я милого узнаю по походке. Так, это получается мне нужно Один хлеб, одну рыбу и два мяса купить. Блин. С мясом могут возникнуть проблемы, я чувствую. Потому что оно пока самое такое. Самое сука. Редко попадающиеся. Так, ну будем надеяться, что здесь дешево. Блять. Закрыто? Какого черта? У них что там, обед? Эя, бля. Открывай. Сука. Переучет. А, нет, на манит. Я просто в кладовку пытался попасть. Вроде по всему. Так. Два куска мяса, блин. Дорогое. Пипец. У меня, очевидно, не хватит. Грянки для себя. Ладно, таблетки эти сраные продаем. Патрона тоже отдаем. Мы это тоже отдаем. Так, три мяса. Нужен хлеб и одна рыба. Придется, блин. Что, не хватает? Так, надо рыбу теперь купить. Рыба, рыба, рыба. Ладно. Блядь, он вернулся Ёб твою мать, господи, аж от сердца отлегло Лонг Кэф Верер, ты где? Пропадал, засранец такой Мы все переживали за тебя, чувак Братан, наконец-то ты пришел Слава богу, ты пришел Господи, как я рад тебя видеть Ты себе даже представить не можешь Обалдеть, чувак Где ты был? Где? Тут столько шума Я даже дар речи потерял Проблема с интернатом, ну Салти, господи Что ты Даешь обратную связь, ёл Нашел Салти Мы уж, блин, думали поисковую команду посылать Ну как мы, я Вот Флекс тебя спрашивал Кофе про тебя спрашивал Мелкий Ну я мелкого спрашивал Вот, да, лишь бы не со здоровьем Слава богу, я согласен Кот тоже рад тебя видеть, кстати Кот Поздоровайся, слон Катвариор Короче, все переживали, что тебя не было, чувак Я рад, что ты здесь Привет Привет Мне прислали Нарочных Нарочных Как правильно, ударение Не знаю С письмами от Каина и Ольгимского Теперь никто не посмеет чинить мне препятствия Мы объявляем карантин Будет создан оперативный штаб по борьбе с эпидемией Руководящей роли в нем я намерен отдать нам Себе по обязанности, вам по справедливости Мы должны бороться плечом к плечу Вы согласны? Да Согласен Не, чувак, тебе нечего стыдиться И извиняться тоже не за что Мы просто действительно переживали Мы думаем, что с тобой что-то случилось Либо ты просто уехал на дачу У нас было два варианта Либо ты умер, либо ты на даче Третьего не дано Но я рад, что все хорошо Ты не за что извиняться Рад тебя видеть, чувак Фух Так Мне нужны неограничные полномочия Свободный доступ во все кварталы И личное оружие Отныне зараженные кварталы будут заблокированы Никто не покинет город Пока ситуация не будет нормализована Вам, конечно, будет предоставлен доступ во все области Каин И Альгимский вас не остановит Вам предстоит составить инструкцию для населения Осторожно Впрочем, мне вас учить Само собой разумеется Я пришлю вам текст Мне нужно оружие И желательно право его неорганичного применения Я объявляю набор добровольцев Из них мы отберем проверенных крепких семейных людей С хорошей репутацией Я предоставлю им самые широкие полномочия Они будут пресекать любые случаи насилия и мародерства Они же будут пресекать попытки применить оружие Так, где и когда могу вооружиться я Берегите его Оружие в городе редкость Возможно, на черном рынке или у кого-то из жителей есть устаревшие самодельные или запрещенные образцы Не сомневаюсь, что все, у кого они есть, рано или поздно захотят пустить их в ход Разбаниваю обратно Так они и обнаружатся Но в моем распоряжении не осталось почти ничего Благодарю Действуйте по своему усмотрению Прошу вас лишь о двух вещах Первое Думайте о себе Регулярный отдых, питание, безопасность Будьте осторожны Боюсь, многие воспользуются ситуацией Чтобы освести личные счеты Или удовлетворить свои скрытые стремления Второе Щадите человеческие жизни Насколько это возможно Благодарю за совет Что хотел сказать, Илонка Ферева Слушай, братан Твой канал на ютубе Почему на ютубе? На твиче почему-то забанен Был Мы вчера буквально смотрели Он был недоступен Хотя теперь я захожу и все нормально Как это работает, мать твою? Или мы не того Лангфариора нашли? Что за фигня? Что за мистика происходит? Вот действительно магия какая-то непонятная Кошмар Так, а котик тем временем пьет молочком Так Энивей Энивей Сколько там? Стрим идет И Утро часа Чудес Замечательно Так Блин, из-за шоба кота, который пьет молоко Я не вижу Клавиатуру и экран Так Мне дали волыну А патроны? О, господи, какой он сексуальный Блядь Это продразверстка Всем оставаться на своих местах Так Ладно, извиняюсь Как там Dark Souls? Dark Souls А пока нет Но люди прибывают потихонечку на мой канал Хотя количество зрителей уменьшается Количество зрителей, к сожалению, уменьшается Поэтому Цена 1 Давайте купим Мур утопия Мур-мур Все верно Так Мне нужен магазин с едой Либо алкоголик Желательно алкоголик А потом уже магазин с едой Так Это тот самый зараженный дом Это мы в районе спички находимся Хотя, может, у этого можно что-то подороже загнать Давайте попробуем В ремейк Может быть Может быть Но Не скоро, скорее всего Скорее всего, не скоро Потому что, ну Надо сначала этот-то пройти Блин, наверное, имеет смысл Даже и не знаю, как мне хлеб-то достать Возвращение будного ланкаферера Вот Иначе и не скажешь, кстати, да Давайте скушаем Сухарик Донат гол У нас только Блин Ну Как бы я согласен, да Но вряд ли кто-то донатить будет Поэтому я не буду ставить донат гол Чтобы не выглядеть жалко в своих глазах Вот Я и донат Как бы это вещи несовместимые Что ты продаешь Мирадорм Который я уже загнал Но мой единственный шанс Где-то купить еду Ну Кусок мяса Недостающий Это Найти Именно прям По дешевке Возвращение Блудного краба Хороший был стрим Да Было дело Было дело Припоминаю Так О чем мне нужно сделать У меня бутылки Ну да Но это алкоголики нужны Я их пока найти не могу Так Старший Альгимский Согласился передать Свои полномочия Главе дома Сабуровых Георгий Каин Согласился Согласился передать Свои полномочия Главе дома Сабуровых Согласие наконец-то Достигнуто Будем надеяться Что не слишком поздно Можно возвращаться К Александру Я еще должен показать Ему послание властей И обсудить с ним Свои будущие полномочия Нормальный муравин Хорошая эра Я даже думаю В него вернуться Стоп Ты про бутылки И бинты Типа Про В реальной жизни Говоришь что ли В реальной жизни Это так не работает К сожалению Эх Так Правящие семьи Временно прекратили Борьбу за власть Комендантом С широкими Исполнительными полномочиями По традиции Становится глава Семи Сабуровых В городе Ааа Блин Мы сейчас на улице Никого и не встретим Получается Потому что Карантин Сука Кит Будь здоров Ну и как бы Это не стримы Скучные Точнее Не какие-то Конкретные игры Скучные Это все Из-за отсутствия Зрителей Которые Общаются В чате Было бы больше Зрителей Было бы Более интересно Как бы Вот потому что Когда чат живой И стрим Становится более живым А вот я вижу Алкоголика Надо к нему Да-да-да-да-да Вот я его видел Стоять Именем закона Тебе местный комендант Эй Half-Life 1 и 2 Начал проходить Бессмерти Мы кстати Вчера закончили Мод по Half-Life 1 Сегодня начнем Еще один Так Воду 5 Раз Уже 5 Раз Два Три Четыре Пять Блеск Так что Сегодня будет Еще один Стрим После Мора Утопии Вот мы Закончим Этот Игровой День И пойдем В Half-Life Смотреть Другой Мод Мод Называется Echo Ну Который Новый А тот Который Закончили Это USS Dark Star Был 820 Монет 1300 Блин Не так уж и много Но лучше чем ничего Лучше чем ничего А как кстати проверить Заряжен ли мой Револьвер Я конечно понимаю Что Тупо Быстро Заряжен ли он Понял Понял Но какой же он Супер Сексуальный Прям Я не ожидал Только стреляет Как-то Специфично В плане звука Звук Не особо Понтовый Был бы он Чуть Получше Но чувствуется Что из бесплатной Библиотеки Взят Так Что мне нужно Нужен магазин С едой А там Надо купить Хлеб Чё не хлеб А мясо Магазин еды Не Патрон Патрон Я сам достал У девочки Обменяв его На иголку Мне патронов Не дали Кстати Ну мы просто С кофе Про тебя Вчера На стриме У Ромы Вспоминали Вот Блин Надо Чего ему загнать Даже не знаю Нет Так не пойдет Ну придется Патрон продать Блин Чтобы этот Кусок мяса Купить Стоп Нет Не кусок мяса Алярма Чуть не проебался Кусок рыбы Мне нужен И сухарики Все Нет патронов Кофе Майнкрафт Стримит Серьезно Прикольно Я не знал Кстати А Или Рома А Рома Сейчас Майнкрафт Стримит Ну да Сейчас В принципе Уже время Для Стримов Так Туда Я кстати Не знаю Когда я сам В Майнкрафт Зайду В следующий раз Ну может быть Завтра Заскочим Почелировать Но это не точно Что-то у меня пока Не майнкрафтовое настроение Мне хочется Пострелять Больше сегодня Я даже думал Не заводить Морутопию Но я переборол себя У меня что-то сегодня Такое плохое настроение Было Днем Вы себе даже Представить не можете Страшная улыбка У него Кто такой Яголовка От хуя В дискорде Это Паша Джевил Девил Джевил Паша Девил Джевил Да Фолловер Новый Недавно Зафолловился На канал Нет Патронов Нету Сейчас Даже тебе Докажу Это кстати 1-2-3-4-5 Обменяем Жгут дороже Воду еще найдем Так вот Доказываю Видишь Я продал Свой Амунишн Не он кстати Не связан с minecraft Он больше по Этому самому Угорает По Доки-доки Девочки Стереть травму На всю жизнь Она спиной была повернута Она даже не видела Что я сделал Так что у нее Так что у нее Никакой травмы нет Так Не Лучше в аптеке Продать И потом Нормально купить Так у нас Усталость Растет Это не фонтанчик Сзади Щелчок Ну так может я Зажигалка Типа Чик-чик Разрешите Прикурить С какого Он стрима Блин А я не помню На каком стриме Он пришел Кстати По-моему На стриме По порталу Он пришел Че вообще стрима В последние дни Можно короче Математически Высчитать Так Канал Панель управления Автора Соответственно Он появился Сколько дней назад У нас 7 дней назад Да Ты Ты был еще тогда Ты еще тогда был 7 дней назад Че я стримал 7 дней назад Ну-ка 7 дней назад Был стрим По Ну да По порталу Либо на портале Он пришел Либо на конце Обливиона Одно Из двух Да и так ли это важно Как бы Главное Что Он есть И что ты есть И что вы есть Дорогие мои Зрители Спасибо вам большое За то Что вы Здесь Респект Так Секунду Еще там О Чебуретчик Присоединился К дискорду Ништяк Добро пожаловать Чебуретчик Благодарство Благодарство За расширение Нашего комьюнити Уважаю Так Куда я шел Я шел К Барышню Воды у меня Больше нет Пустых бутылок Соответственно Тоже Так У меня сюда Мисс Кузи Случайно достал Вот что ты просила Это все Что удалось купить Да Это нужно Отнести В пустующий дом В седле Помнишь Я объяснял тебе Как туда идти Там уже ждут Мои друзья И один Интендант Который помогал Нам с покупками Понял Это напротив Дома Ольгимских Пошли Да ладно Аниме Это классно Аниме Это круто Я сейчас Недавно думал Об анимешках Пока слушал Японскую музяку Всякую ночью Вот Было довольно Прикольно Так Для детей У меня Ничего нету Три бутылки воды Три бутылки воды Хоть что-то Хоть что-то Так Соответственно Дом Где-то здесь Находится Нет Дальше Что-то я хочу Но не понимаю Чего Так Миссия моя Пока представляется Туманной Так А стоп Целая миссия Противостояния Получается Основную задачу На сегодняшний день Я сделал И теперь я просто Делаю Сайды Понял Так Давайте В аптеке Продадим Жгут Что-то он тут Тоже дешево Стоит Ну ладно А я Нет Я что-то думал Что я просто Продать не могу Так Плюс Порыскаем В Мусорках На площади Знакомые Обожающие Наруто Вот я тоже Да Я кстати помню Ты мне это рассказывал Вот У нас был разговор Я вот что-то Тоже думаю Можешь начать Наруто Как бы Но блин Как бы В солянку Его смотреть Не особо Прикольно Я считаю Его надо С кем-то Разделять С своим соседом Я не хочу Это делать Потому что Ну Он Уже его Несколько раз Смотрел Мне его Просто жаль Грубо говоря В том плане Что Еще раз На такие Просмотры Его обрекать Мне не хочется Смотри на стриме Блин Так забанят же И Чебуречек Поздравляю Ты только что Выкинул 500 туриков На ветер Спасибо Ветер Тебя Не забудет К нам Еда Еще присоединилась Господи Это Еда Между прочим Пришла Вчера На стриме По Хелф лайфу Который Ты пропустил Так что Чебуречку Ты должен быть Благодарен Вот Так что Большой Респект Чебуречку Крупные Стримеры Смотрели Ну Блин Это какая-то Непонятная Фигня Потому что Ну Я уже Смотрел На стриме Когда еще Не начинал Стримить В принципе Фильм И меня Забанили Прям На стриме Бля Какой-то Страшный Дом What the fuck Так Нет Стоп А я Грузоноса Перед тем Как в дом Зайти Да Я грузоноса Точнее Сливонос Что это было Сейчас Это было Капец Как страшно Так Ладно Надо от этих Облаков Короче Убегать Я понял Сука Засада Блядь Но мы В любом Случа Судя по всему Здесь Инфекцию Хватаем Давайте Мы Оббежим Дом Зитер Не тратил Турлики Нет Поэтому Продолжай Продолжай Так же Их копить Зитер Вообще Редко На стримах Бывает Потому что Он не может Долго На них Сидеть Так как Начинают Чувствовать Се Не очень Хорошо Видите Тут Все Погибли Непонятно Почему Наверное Отзвуки Вчерашней Вендеты Мы Сами В некоторой Растерянности Что же Мне делать Со всей Этой Снедью Мертвым Это Ни к чему Несите Свои Жертвы Ларри Это Она Просила Вас О Пища Она Хотела Назвать Свой Приют Домом Живых Не Так Ли Что Ж И превращать В убежище Для прокаженных Свой Собственный Дом А Можно Ящики Осматривать У тебя пока Еще Не Ну Блин Что-то Такое Я видел Кстати В лаборатории Можно Было Да Действительно Вот Но Это Единственный Дом Где Я Что-то Мог Вообще Пощупать По-моему Привет Илья Правда Давно Не Виделись Привет Как дела Как Настроение Как Твой Заказ На Деньги Успешно Ты его завершил Или ты уже завершил Говорил мне об этом А я просто забыл Напомни Так Он ей все равно Больше не понадобится Ларе осталось жить Всего несколько дней Посоветуйте ей Ни в чем себе Не отказывать Что? Она умрет? Откуда нам знать? Это мы Не мы тут заправляем Мы знаем только одно Осталось недолго От нас ничего не зависит Плохо Почему? Что случилось, чувак? От кого же зависит Скоро это будет Совершенно очевидно Торопитесь Иначе страдали Целара Погибнет А с голоду Уже сегодня Текаем Что-то вроде Депрессии Не может вдохновиться Нарисовку Ща Сейчас Если найду Да Короче Илья Я тебе сейчас В личку В дискорде Скину видосик один Он не от депрессии Но в целом Довольно полезная Шутковина Мне в свое время Он пригодился Как ни странно Вот Такие-то ботинки Да, ботинки Конечно у него шикинские Ничего не скажешь Тут я полностью согласен Вот А видосик Который я тебе скинул Он коротенький Плюс он Как я понял Основан на книге Книгу я не читал Но если что То вдруг тебе это поможет Вот Ну и плюс ко всему Как бы Полезно иногда Брать паузу В художествах Потому что Ну Ты же не машина Ты человек Тебе нужно набраться Новых впечатлений То есть Походи Погуляй Посмотри Стримы там Не знаю Поделай то Что твоей душе Приятно для себя Вот Отдохни от рисования Наберись впечатлений Где-то Там фильм посмотри Книжку почитай С друзьями погуляй Вот И тогда Когда у тебя появятся Новые впечатления от жизни Ты сможешь что-то новое Привнести На бумаге Так Пять Раз, два, три, четыре, пять Идеально Целый месяц дал Ну Денис Да Он правильно Просчитал Потому что Короткие сроки В таких делах Это Ну Бессмысленно Ну и как бы Да Ты Вот Правильно Лонгопвериор Заметил То что Ты человек Многих талантов Как бы Так что Все нормально Чувак Не переживай Просто Отдохни Позанимайся музыкой В конце концов Тоже прикольно А что Насчет тебя Лонгопвериор Ты как бы Себя не принижай Ты тоже человек хороший Вон мы Как переживали Все Пока тебя не было Блин Так что Ты тоже Играешь Большое значение Для нашего комьюнити Вот Не обязательно Иметь какие-то таланты Чтобы быть Хорошим И классным Вот Понимаешь Орешки Скушаем Да Ядься Пока Сегодня Не Рисовать То есть Ну Возьми действительно Пару дней Выходных Отрисовки Зато Умеешь Долбить в стену О май Я вспомнил Да Версию Моники Которую Рисовал Лонгопвериор Она была Классная Я собрал Провизию Но в доме На который Ты мне указала Стоят Только Странного Вида Санитары Они Приспособили Театральные Балахоны И маски Для защиты От заразы По крайней мере Я так понял Да Я уже знаю Придется устроить Дом живых Здесь А ты Знаешь Что мой дом Для тебя Всегда Открыть Будем Беречь Накупленное Выдавать Понемножку Но на жизнь Хватит Скорее Все Закончилось Уже не рисуешь В смысле Рисуй дальше Рисуй дальше Чувак По-моему Довольно Классно Получалось Так Значит У тебя Всегда Можно Будет Найти Кров И стол Да Еще Прими В награду Вот это Орехи Принесли Сегодня Редкая Удача Наверное Случайно Открыли Старые Тайники Умеешь Ими Правильно Пользоваться Нужно Расколоть Прежде Чем Съесть Как Еще Можно Пользоваться Орехами Нет Есть Их Не Стоит А я Сука Перед этим Сожрал Орехи Бляха Муха Наши Дети За эти Орехи Готовы Наизнанку Вывернуться Имей Это Ввиду Особенно Если Будешь Вылавливать Тех Кто Носит С собой Что-то Опасное У стримера Талант В харизме Я На самом Деле Могу Писать Разное Своими Лапками Вот У меня Текста Могут Неплохие Получаться Может быть Когда-нибудь На стриме Даже Прочту Что-нибудь Из своего И да Москва Не сразу Строилась Но обычно Говорят Про Рим Про то Что Рим Не сразу Строился Но Вариант С Москвой Тоже Довольно Плохо Кстати Так Почему они так дрожат орехами Старая игра Ребенок берет орех И устраивает ему Разные приключения Кто во что гораст Это мило В свое время Взрослые отобрали у детей Все орехи Думали что Эта игра Провоцирует детей На опасные авантюры Самое поразительное Что дети помнят Чуть ли не каждый орех В городе Может у них еще имена есть Кажется так В общем Это целая сокровищница Блин Вот это Прикольная деталь Она мне очень нравится Это прям очень подкупает Спасибо Я к тебе зайду Ой Идите на нам Орехов надавал Ништяк Так И какую-то еще штуковину Прочее Че это Че я нажал Куда она Куда она исчезла Блять Ладно Давайте зарузимся Отстой Какую-то штуку мне дали Я ее использовал Она исчезла Ну и отстой Хе-хе-хе Ну да Орехов много не бывает Я согласен Кстати Текаем Зато Кривой Рог Сразу построился Хе-хе-хе-хе Это да Так Соответственно Собираем орехи Торгуемся С алкоголиками Ни в чем себе Не отказывай 16 часов Почти 17 У нас усталость большая В принципе Ну и в целом На сегодня Мы все дела Такие основные Завершили Дерьмовые Дерьмовые Ад Хы Я бы разве что Немножко промотал Время До полуночи Чтобы сходить В кинотеатр Местный Ну в театр И посмотреть Что там Интересное Э В Елгаве хуже Ну, не знаю, не знаю Раз, два, три, четыре, пять Рука Вы меня навели на мысль Сейчас Где эта штука она находится? Давайте кое-что Улучшим Во-первых Раз Так, где эта штука она? Вот Команды А, стоп, я вообще не туда зашел, волк Наркоман Панель управления автора Улыбка стремная У алкоголика? Или у меня? Эх, блин, надо волос Так поправить, чтобы они нормально лежали Нормально Так, эмм Нет, не нормально Так, вот теперь нормально должно быть Эх Сделалось только хуже Сука Сейчас, короче Субтитры сделал DimaTorzok Так, я Сделал Ой, они добавили новые народы в коллекцию Ну-ка Выбор героя Ммм, генератор имен Ме Заставить меня бросить оружие Мех Запретить действия в реле Ме Снимаю шляп Блин, у меня У меня шляпа нет Делаю растяжку Равняю спинку Попросите меня сделать платок воды Время на стороне А сейчас только для смайликов Продолжить опрос Модератский опрос Время рекламы Добавить команду на ваш выбор Это можно Только давайте мы изменим количество баллов для этого Добавить команду на ваш выбор При условии Что она хорошая Сохранить Деи Так вот How do I look? I look pretty, pretty, pretty good Блин, вот Или я сейчас написал про Йолгаву, да? И счет прям повеяло Этим самым Мором утопии Про меня пока еще не сделали Не, ну если ты сделаешь порноографию Про стрим лапс Это будет что-то новенькое В нашей жизни Так, мы кларишли, да? Где-то молочко Нарисуй хентая про Джафан Труба Нет, спасибо Илья, не соглашайся Ни за какие турики Ни за какие ковришки Для порожки нужны эскизы Фотки людей Ты намекаешь на то, чтобы я тебе скинул свои нюдисы, что ли? Ты про это? Вдохновение пришло Да Ну вы, конечно, ребята, блин, проказники Ай-яй-яй Ай-яй-яй Не, Илья, ты не понял Данная команда подразумевает то, что про меня нет порноографии Это не бот говорит А я То есть это отвечаю я Просто посредством бота Так Не, ну если вы хотите нарисовать порнорафию про бота То, милости прошу Так, все Сохраняемся вот здесь Че она мне дала? Что это? Линза Такими линзами комплектовывается оптический прибор Для распознавания плотных сгустов зараженных частиц А-а-а Значит, я все-таки не зря нажал Все, понял Прикольно Настроение и благословление Я рад Я рад Потыкай в доме ящики Сейчас потыкаем Команда какого? Типа Ты о чем? Ланка Плэрер Поясни контекст А то я считаю Это самое Уже Ушел Далеко от мыслей о командах Так стоп Так в этом доме и нет ящиков Ящики 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 О, нет, есть Но в них ничего нет Про новую команду А, не команда новая Не команда новая А Новая награда за баллы Вот И да, типа Подразумевается то, что Она через восклицательный знак Да Да, 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 да Все правильно Именно через Восклицательный знак Да В доме ничего нет К сожалению Да ничего страшного Там действительно есть Ящики Которые можно потыкать Просто Генератор случайных чисел Сработал не в мою пользу Вот все Так уж бывает Так уж выходит Кто-то теряет Кто-то находит Дайте 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 Погодите Дайте Мы продадим Жгут и бинт Наверное Опа Тараканы Блин Сочувствую Чувак Сочувствую Тебе Ты лучше бы У тебя Тараканы пропали Нежели Чем интернет Я считаю Давай меняться Патроны На дробовик Ну Они денег Так-то стоят Ну ладно За 5-6к Можно зареквестить Рисунок На аниме персонажа Слушай Я думал об этом Но я думаю Ты заебешься Просто-напросто Рисовать Ну я думал Что не Кого-то Назначать На Своего Рисовальщика А сам Рисовать Простенькие Портреты В пейнте Типа Вот Но зная себя Я скорее всего Просто хер забег Потому что Когда Очень много Таких тем Поступает Ты начинаешь Так Так Дом живых Не удался Всегда Можно Там Найти Лимит В недельку Я бы Наверное В месяц Даже Устроил Если честно Лимит Потому что Ну 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 Ты-то Это Конечно Более Профессионально Делаешь Но Я-то Про себя Говорю То Что Я буду Поинтересовать Ну Я подумаю Над этим Вообще Я тебе советую Как бы За Свои заказы Брать Хотя бы Минимальную Плату Типа В 50 Рублей Или Типа Того Да Пэнцила Фотошоп Могила Полностью Согласен Кстати С Давайте у них Еду Попросим Как насчет Того Чтобы дать Не пожрать Ладно Давайте поспим Хотя бы До Полуночи Что думаешь Ну Пока Хотя Блин Хуба Хуба Буба Кстати Больше не Упускается По крайней мере В России Я ее Больше не Вижу Я сегодня Сериал Смотрел Сообщество Там Шутка была На эту тему Внезапно Типа Ооо Хуба Буба Я думал Их уже не выпускают Я такой Блядь Действительно Да Но сериал Американский Поэтому Так Нет Надо Надо покушаться Найти У вас еще есть Блин Хуба Буба Это Жвачка Такая Жовка Что у нее Спиртяга Нейс Да Ничего страшного Что он не знает Это норма Это бывает Не стоит его Осуждать за это Блин Мужики Где купить Похавать Кушать хочется Так Около театра По-моему Был Магазин С едой Можно В кабаке Еще точно Пошли в кабак Идем В кабак О Игла Летучие мыши Кричат Страшно Это как Застывший сок Дерево Но хоть не гудрон И то хорошо Мы Вот в детстве Перестроживали Да я понимаю Что да Лекарство Помогает Как бы Но Мне нужно Еда Блин Кстати Этот челик Своим лицом Напоминает Аффикс Твин Вот что я тебе скажу Про самую доступную Жвачку Все верно Да Просто ну Я пока лекарствами Не пользуюсь Потому что В принципе Относительно Справляюсь Своими силами Вот Но Еды У меня Нет Вообще Вообще Меня это Беспокоит Про самую Недоступную Жвачку Блять Блять Да Подписываюсь Под каждым словом Кстати Мистера Леонида Он Дело Говорит Раньше Была Здоровая Пипец Ей можно было Танки Останавливать Не то что Сейчас Уснула Один раз И все Она исчезла Считайте Мужик Мужик Дай Пожрать О Крючок Берем Часы Кольца Бессмысленные Орехи А это Кофе Кофе Мне не нужен Тверин Повышает Иммунитет Вот это Кстати Тема Это Купим Орбиты Да В наше Время И орбиты Были Как противопехотные Мины Наступили Все Считай Нет ноги Да Да Вы Не Освышались Так Аптека Мой любимый праздник Праздник Никакой Блин Надо что ли На канале Тоже какой-нибудь Праздник Вести Что ли Так Молочко Овощи Мясо Мясо Патроны Бинта Рыбка Блин Не хватает Ну я думаю Мы до утраты Дотянем Без еды Думаю Да Ну а дать По крайней мере Попробуем Ребенка найти Хотя уже вряд ли Кто-то в такое время Ходит Может в доме Порыскать Какому-нибудь Поискать еду К спичке Идти Смысла Нет Стержень К соборовам Идти Смысла Нет К стоматин Идти Смысла Нет Ну можно Пойти К Юли Да Давайте Наверное К Юли Исходим Хотя уже Так темно Блин Че же вы раньше Про бутылки Не сказали Я б столько Их просто Насобирал Я просто Помню момент Когда я их Видел Но не брал Потому что Не понимал В чем смысл Блин С ней Ничем не Патраковать Но вообще Кушать надо На самом деле Илья Потому что Я сам тоже Очень редко ем И от этого Довольно сильно Сотрадаю Потому что Чувствую Из-за этого Усталость Как бы Вот От того что Не особо Регулярно Питаюсь Ну и плюс Это довольно Сильно Бьет по Иммунной системе В целом По растущему Организму А так как Ты растущий Организм То тебе Вдвойне Важнее Сейчас Правильно Питаться Поэтому С этим Лучше Не шутить В чате Ни Марий Ни Александров Ни Максимов Нету Здесь Только Я Ладно Давайте Патроны Возьмем Я их Загоню Ах ты Сука К описанию Это дорогие Ты так же Толстишь От Недоедания Ммм Пухнешь Скорее Да Такая тема Как бы Есть Но Это Тоже Опасная Вещь Для такого Лучше Не доводить В организм Вот Ну Мое дело Как бы Тебя Предупредить А Что-то С этим Делать Дальше Будешь Это уже Твое Дело Потому что Ну Каждый Живет Как он Может Как он Хочет И Все Такое Прочее А вот Такие Прямо Пищи Как у Тебя Лонко Ферер Они Тоже Довольно Вредны То есть Ну Пищу Надо Порционно Херачить В день А не Сразу Все И Сразу Так Запрет Выхода Издал Ну Понятно К ней Смысла Не было Заходить Давайте Хотя бы В ящиках У нее Пораемся В ящиках Пораться нельзя Жаль Мама на пять дней На пять недель Улетает в Латвию Слушай А сколько сейчас стоит билет в Латвию Из России Кто знает А то я бы Сгонял туда По кое-каким Важным делам Да я шучу Я же шучу Так а у меня воды нету Блин Голод То нарастает Елки Зеленые Ну в принципе Мы можем Продать Те патроны Которые Купили И На них Выехать Грубо говоря Ай Похрен Пошли Короче Домой Количество Дела В Латвии Да я шутил Вол Я в том плане Говорил Что типа Раз в Латвию Едет твоя мама То У меня есть Определенного рода дела В Латвии Ну ты не понял что ли Вот да Леонид все правильно понял Как бы Все верно Так Овощи Продаем патроны Покупаем овощи И Яичко Яичко Нам не хватает К сожалению Так Кушаем Хотя Их наверное лучше С утра съесть Замужем Папа тоже может Присоединиться Мы папе тоже будем рады Да я шучу Да я шучу Господи Будешь моим сыном Ты разве против Да ладно Я уважаю твою мать И я ей благодарен За то что она Родила такого Балдежного сынишку Тебя то бишь Поэтому маме Респект Так ну раз Наступила ночь Блин Ну там театр Но я такой Уставший Сука А стоп Театр где-то здесь Находится же А ну раз Мы не далеко от театра Давайте сходим Что у нас там По состоянию А ну у нас Осталось-то не так уж и много Мы больше от голода пухнем Поэтому давайте Мы сейчас съедим Хром Да Голод это не уменьшает Вообще не на йоту Пипец блять Будет слишком легкая жизнь Но ты видно Редко бываешь На моих стримах Учитывая то в каком Блять сука В финансовом положении Я нахожусь на данный момент Воу Я же на больничном был Вот И Мне зарплата пришла Не самая конечно Короче радужная К сожалению Плюс это еще налажилось На то что я был в отпуске Соответственно зарплата Еще меньше Поэтому прям Жизнь сука Ни хрена нелегкая Слава богу Что вот Был тот донат от Дэни Он весь ушел на Йент самое На оплату квартплаты Так что Дэния За то большой Респект Не про деньги А про что тогда Что ты имеешь ввиду В таком случае Команды Что-то подозрительное Происходит Порно про меня еще не сняли Да Блин может в этом вся беда Кстати Может надо порнуху Просто про себя снять И тогда все получится Скажите Сколько вы готовы Задонатить Если я заведу Аккаунт на OnlyFans Где будут мои Нюдисы За денежку Можешь просто Начать стримить На других платформах Типа на Порнхабе Что-ли Блин Был бы на Порнхабе По-моему Есть стриминг Да Ты кто такой Он совсем достанет сил Чтобы перенести Несчастье Ближнего Аккаунт Не хочу с ним говорить Что я прям Не в настроении Я думал Тут что-то веселое Буду показывать А нифига подобное Хотелось бы Более общительного Мягкого отца Понимаю тебя, чувак Я тебя очень сильно понимаю Та ж фиговина Главное Не стригись на лосы Ну Я уже стригся Один раз на лос И да На Порнхабе Что-то наподобие Стриминга есть Если я правильно помню Там он немножко другой Конечно Но тем не менее Так, ладно Пошли домой Дойдем до дома Сохранимся Ляжем спать И Устроим паузу На Минут 15 После чего Блять What the fuck Че блять Это скрипт Или нет Или гг Это гг Блять Блять Лоу Ну ладно Пойду в сторону Стану стримером Становись Я бы даже посмотрел Я буду твоим первым подписчиком Прям как у Рома Так Ну мы получается Не так уж и много потеряли Зато сэкономили кучу времени В принципе А ты орехи не хочешь Я по поводу видосиков Я короче установил Гаррис мод Вот поэтому Вы тоже ребята Устанавливайте Гаррис мод Если он у вас есть Вот и мы скорее всего Будем там смотреть Видосы всякие вместе Но просто вне стримов Это делать Вот Либо на стримах Я пока еще не решил Как именно я это буду Проворачивать Вот Ну и плюс У Ромы Несколько иные реакции На видосы Нежели чем у меня Вот Это немного Затрудняет Так сказать Воспри Нет Даже не знаю Как точно так сказать Это немного затрудняет В принципе Как бы все На пират Это тоже верно Блин Ну я что-нибудь придумаю Я что-нибудь придумаю На эту тему Так вот Да Плюс Ну Я вчера у Ромы был У Ромы был на стриме По видосикам И там прям Ну сука Очень опасные видосы Были в том плане Что Проскакивали Запрещенные слова То-то-то там И что-то знаете Я не хочу Подвергать себя Опасности Вот Я не трус Но я боюсь Я бы это так Наверное Обозначил Ну и плюс Это Ромина фишка Как бы Он начал Первый видос Смотреть Вот А мне не хочется У него Отнимать ее Луру бы говоря Потому что Пока что Меня смотрят Больше чем его Вот И прям совсем Отнимать Ну я конечно Сомневаюсь Что это так Работает Но Совсем Отнимать У него Зрителей Я не хочу Вот Ну и да Гарри Смот Довольно дешевый Так что Типа того Типа того Better Save Ден Сори Потому что Ну Я хоть И Правила Читал Как бы Твичовские Плюс Ну Периодически Их чекаю На всякий случай На случай Изменения Но Там иногда Непонятно Бывает Ну и да Плюс Вы помните Как я вообще Тиктоки смотрел Блин Это было ужасно Вот Потому что Ну я не смеялся Вы не смеялись Никто не смеялся Никому не было интересно Надо просто Либо найти Такой канал Который будет Прям Идеальным Для Того Чтобы смотреть На стриме Ну вот Либо самому Начать снимать Видео И вам показывать Просто вот Все Ты не смотрел В смысле Я смотрел У меня Все ходы записаны Все было Я помню Я видел Пердящий Блять Это да Это да Страшилки Я к страшилкам Отношусь Точно так же Как и Тиктокам На самом деле Кстати Я лучше В СЦП Какой-нибудь Поверю Вот это Будет Намного Более Прикольно О Патроны На револьвер Берем А Столько Ты на иголке Блять Обмениваешься Коза Чего У тебя Спортяга Да Почему Дети Не берут Эти орехи Че за Стой Мне Говорили Что Они Будут Им Только Рады Солить видео на ютубе Рекомендую One, two Может быть Когда-нибудь Действительно Этим Займусь Ну понятно Они тут все на острову Сидят на игле Так, понятно Так, ну окей Сохраняемся Выходим из игры Короче Короче Я сейчас Стрим Уроню И мы С вами Пойдем В мод По Half-Life Хочу Сегодня Там побегать Еще немножко Поэтому Далеко не уходите Буквально Через Минут Через минут Точнее Нажмите F5 Да За надпись Я благодарю Мистера Thanks for trying Потому что Он эту надпись Сделал По своему Собственному желанию И она Действительно Очень круто Получилась За что Ему Большой Большой Респект Нет Это все Леонид Сделал Который Присутствует В чате Леонид Принимай Похвалу От зрителей А я Пока Офну Стрим И сейчас Его Переподниму Уно Момент Зрителям На ютубе Пока